Атака на арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Вторая опция была чрезвычайно успешной, считает глава разведывательного центра сил обороны Эстонии Анский Висельг. По его словам, там уничтожено около 750 тысяч боеприпасов общим весом 30 тысяч тонн. Такие потери боеприпасов не только уменьшают их количество, но и вынуждают российские вооруженные силы дополнительно рассредотачивать свой тыловой комплекс на еще большей территории. Что значительно снижает боеспособность войск и замедляет ход кампании в целом. Предположительно, Украине удалось поразить складской комплекс в тот момент, когда часть боеприпасов еще не была помещена в бункере для боеприпасов, что вызвало цепную реакцию взрывов. В ночь на 18 сентября в российском городе Торопец в Тверской области после атаки беспилотников начался масштабный пожар на одном из крупнейших складов боеприпасов в европейской части страны. Местные жители выложили в интернет видео детонации ракет и снарядов, а спутники НАСА зафиксировали пожар на всей территории военной базы. Взрывы в Торопце были настолько мощными, что сейсмические системы зафиксировали серию подземных толчков магнитудой 2,8 балла. В ночь на 21 сентября силы обороны Украины атаковали еще два российских склада с боеприпасами. Это 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России возле поселка Октябрьский в Тверской области и Тихорецк в Краснодарском крае. В сети опубликовали спутниковые снимки масштабных пожаров на этих объектах. В момент удара на территории арсенала Тихорецк находился очередной эшелон, который доставил как минимум 2 тысячи боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи, сообщили в генштабе ВСУ. Силы обороны Украины ударили также по радиолокационной станции «Подлет», которая отвечала за обнаружение воздушных целей в направлении арсенала. По Тихорецку там тоже ситуация очень интересная, потому что таким образом Украина подтвердила, что она знает о том логистическом маршруте, который выстроен в России и КНДР в Северной Корее, как и через какие локации поставляются эти баллистические ракеты КН-23. Ну и, собственно, наверное, артиллерийские снаряды в том числе. Там речь идет и о Моздоке. То есть весь этот маршрут, он уже сегодня известен Украине. Если он известен, то мы прекрасно понимаем, что удары эти будут наноситься в том числе и по этой логистике. После атаки ВСУ на арсенал в Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона. Ранее он заявил, что из поселка Каменный, рядом с которым находится склад боеприпасов, эвакуировали 1200 человек. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.